Положения в стране крайне тревожные. Активизировались и консолидируются антиперестроечные силы. Прогрессирует теневая экономика, коррупция, растет преступность, размываются моральные устои общества, углубляется расслоение общества по имущественному признаку, не реализуются принципы социальной справедливости и социального равенства. Число бедных растет, падает вера советских людей в реальные результаты перестройки. Я не считаю его серьезным в том, что касается суждений о политической системе, как она должна, потому что это человек, который занимался популизмом во всех отношениях, по всем вопросам популизма. А как он проталкивал реформу, вот мы, союзное правительство не принимает программу 500 и так далее, мы ее две, мы идем, в связи с этим он пришел освободиться от республик, съесть, развалить союз, и одна Россия быстро выйдет в Царство Небесное прямо. Через 34 года, если ты помнишь его лозунг, Россия станет самой процветающей, в числе трех-четырех стран самых процветающих в мире. Вообще, я его все жалел, не знаю, зачем. Сейчас, наверное, уже мало кто помнит, что вот начинал свою оппозиционную деятельность Борис Николаевич с тотальной критики Легачева и поддержки Горбачева. Он, так сказать, ради этого, кстати говоря, его и оставил Горбачев в Москве. Иногда говорят, почему Горбачев не отправил Ельцина после того, когда его освободили там за границу, или как-то было принято в посольстве, чтобы не было никаких волнений. А не отправил, потому что он рассчитывал на его помощь в борьбе со своим главным оппонентом на тот момент. Борис Николаевич Ельцин появился в апреле 85-го года. Привез его в ЦК. Привез его из Свердловска, что бы на этот счет сейчас ни говорили, Легачев. Коржаков пишет, что Борис Николаевич не хотел из Свердловска уезжать. Это чепуха полнейшая. Борис Николаевич не хотел из Свердловска уезжать на должность заведующего строительным отделом ЦК. Потому что я его понимаю. Значит, какой-то там дачный секретарь в Ставрополе сидит генеральным секретарем. Какой-то там томский секретарь сидит там вторым секретарем. А он, руководитель такой, значит, колоссальной области, Свердловска, приедет и будет руководить строительным отделом. Борис Николаевич на эти вещи очень реагировал. Я считаю, единственной моей ошибкой выступления это то, что я выступил не вовремя, перед 70-летием октября. Видимо, всем нам надо овладевать правилами политической дискуссии, терпеть мнение оппонентов, как это делал Ленин. Слово предоставляется товарищу Легачеву Егору Кузьмичу, члену политбюро секретаря ЦК КПСС. Ему было 65 лет. Он был убежден, что его карьера политическая закончена. Он достиг вершины. Его лояльность по отношению к Горбачеву была беспредельная. Но он не хотел, как бы так сказать, демонстрировать ее постоянно, какие-то там ужимки такие делать. Он хотел быть самостоятельным человеком. И он работал. Ему там на него сваливали много дел, особенно неприятных кадровых, кого-то уволить, кого-то перевезти. Все это вешалось на Легачева. Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Ты, Борис, не сделал правильных политиков.